Глава двенадцатая из книги Судьи Спасли меня от руки их. Вея, что ты не спасаешь меня, я подверг опасности жизнь мою и пошел на аммонитян и предал их Господь в руки мои. Зачем же вы пришли ныне воевать со мною? И собрал Иефай всех жителей галацких и сразился с ефремлянами, и побили жители галацких ефремлян, говоря, Вы, беглецы ефремовы, галаад же среди ефрема и среди монассии. И перехватили галаадитяне переправу через Иордан от ефремлян, и когда кто из уцелевших ефремлян говорил, «Позвольте мне переправиться», то жители галаадские говорили ему, «Не ефремлянин ли ты?» Он говорил, «Нет». Они говорили ему, «Скажи шеббалет», а он говорил, «Себбалет», и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, заколали у переправы через Иордан, и пало в то время из ефремлян сорок две тысячи. Иефай был судьей Израиля шесть лет, и умер Иефай, галаадитянин, и погребен в одном из городов галаадских. После него был судьей Израиля Есивон из Вифлеема. У него было тридцать сыновей и тридцать дочерей, и тридцать дочерей отпустил он из дома в замужество, а тридцать дочерей взял со стороны за сыновей своих, и был судьею Израиля семь лет. И умер Иесивон, и погребен в Вифлееме. После него был судьею Израиля Елон Завулонянин, и судил Израиля десять лет. И умер Елон Завулонянин, и погребен в Айалоне в земле Завулоновой. После него был судьей Израиля Авдон, сын Гиллела, пирафонянин. У него было сорок сыновей и тридцать внуков, ездивших на семидесяти молодых ослах. Он судил Израиля восемь лет. И умер Авдон, сын Гиллела, пирафонянин, и погребен в пирафоне в земле Ефремовой на горе Амаликовой. Субтитры создавал DimaTorzok